Почему животные кажутся более умиротворенными, чем люди? Как бы вы ни старались, вы не сможете стать такими же умиротворенными, как корова. Да? Сможете? Нет, не сможете. Вы можете съесть, хотя еду сегодня не подают, но думаю, что ресторан открыт. Просто съешьте побольше понгола, обычно это помогает. Знаете почему? На юге Индии все такие спокойные. Съешьте побольше понгола. Станете очень умиротворенными. Понгол в этом помогает. Люди пробуют разные вещи. Переедание, опьяняющие вещества, погоня за удовольствиями. С помощью всего этого они пытаются создать некоторую умиротворенность внутри себя. Вам кажется, что вы достигли умиротворения, но в следующее мгновение вы понимаете, что это не так. Вы много раз поддавались подобному обману. Не так ли? Да? Как-то раз с субботним вечером вся ваша семья собралась вместе за чудесным ужином. Вы думали, что вы на вершине мира. Все было так волшебно, так чудесно. А на следующее утро — пуф! Не потому, что с вашей семьёй что-то не так. Просто вы пытаетесь создать безграничное пространство из ограниченной сущности. Это не сработает. Это просто не сработает. Ничего плохого в этом нет. Просто это не работает. В мире много замечательных вещей, которые не работают. Я в них не заинтересован. Вот и всё. Вы заинтересованы в великих вещах? Вы заинтересованы в великих вещах? Спасибо. Меня не интересуют великие вещи. Меня интересует только то, что работает. Есть очень много великих вещей. Люди утверждают, что это великие вещи. Но они не работают. Они ни для кого не сработали. Они считаются замечательными. Просто потому, что кто-то так сказал. Это замечательные вещи только потому, что кто-то слишком много о себе думает. И поэтому всё, что он говорит или делает, считается великим. Но эти вещи не работают. Мы ищем то, что работает. Если сейчас вы на сто процентов определяете направление своего опыта... Например, вы сейчас здесь сидите. Ваши ноги дико болят. Но тем не менее... Значит, это начинает работать. Если вы сейчас сами определяете природу своего переживания жизни на все сто процентов, предположим, что это так, в таком случае... Должен ли кто-то говорить вам? Создавайте приятное переживание жизни. Должен ли кто-то говорить вам это? Нет. Так что, если кто-то говорит вам, будьте любящими, испытывайте блаженство, всё это полно чушь. Да или нет? Потому что нет необходимости говорить вам, будьте приятными. Проблема в том, что вы не можете управлять природой своего переживания жизни. Не так ли? Да. Проблема в том, что по тем или иным причинам вы не можете управлять своим переживанием жизни. Если бы вы могли определять природу своего переживания, никому не пришлось бы говорить вам, испытывайте блаженство, будьте любящими, будьте счастливыми. Всё это из-за фрагментарных представлений о жизни. Вы видите, что кто-то ссорится и говорите им, будьте любящими. Видите несчастного человека и говорите ему, испытывай блаженство. Это очень оскорбительно. Когда кто-то переживает огромное несчастье, подойти к нему и сказать, тебе нужно испытывать блаженство, будет большим оскорблением. Не так ли? Нет? Но именно об этом и говорили все великие учения на планете на протяжении веков. Это всё великие вещи, которые никогда не работали. Так что мы всего лишь ищем способ определять своё переживание жизни. Если вы берёте в свои руки то, что создаёт переживание внутри вас, если вы управляете этим, я на сто процентов уверен, что вы сделаете этот опыт очень приятным. И я также уверен, что если внутри вы чувствуете себя очень приятно, то естественным образом вы будете очень приятны и к окружающим. к сожалению, люди решили запутать человечество относительно своей собственной природы. всё очень просто. Для этого не нужно ни Писаний, ни Гуру. Всё очень просто. Ваш собственный опыт определяется тем, что внутри вас. Это так? Для этого вам не нужна какая-то великая йога или Писание, или Гуру, или камень, который падает с небес, чтобы передать вам это. природа вашего переживания, каким бы оно ни было, будь то страх, гнев, любовь, ненависть, экстаз, агония, всё происходит изнутри. Для человека было бы очень естественно начать искать способ, как превратить это в максимально приятное переживание, не так ли? Если бы вы не дурачили их своим, Бог любит вас с неба. Если бы вы не экспортировали Любовь на небеса, многие люди были бы очень любящими. Но теперь, когда мы экспортировали её в рай, вам нужно её импортировать, а для этого вам нужно разрешение. И есть организации, которые не так просто выдают такие разрешения. Любовь исчезла, потому что она вся ушла в рай. Как её достать? И вот стоит священник со специальным разрешением. Но он не сможет вам её дать. Будь это блаженство, или любовь, или экстаз, любые известные людям приятные состояния приходят изнутри. Поэтому нет необходимости подавать заявку на разрешение от кого бы то ни было. Вам просто нужна готовность исследовать то, чем является вот это, чтобы привести это в наиболее приятное состояние. Не потому, что это добродетель. Любовь — это не добродетель. Блаженство — это не добродетель. Быть приятным — это не добродетель. Это просто то, какими вы хотите быть, не так ли? Не то, чтобы если вы любите, то попадёте в рай. Если испытываете экстаз, то попадёте в рай. Просто если вы любите и испытываете экстаз, рай вам не нужен. В рай хотят попасть те люди, которые создали в себе настоящий ад. А люди, которые создали в себе рай, куда им хотеть попасть? Где бы они ни оказались, для них нет никакой разницы. И так очень-очень важно. Если вы хотите убедиться... Громкость нормальная? Если вы хотите убедиться в качестве звука, который производит вот это, то чем больше вы знаете об этом устройстве, тем лучше звук вы получаете. Не так ли? Иногда это может произойти случайно. Это другой вопрос. Но чем больше вы знаете об этом, тем лучше. Если вы звукоинженер, вы сможете создать хороший звук. Так что если вы внутренний инженер, то вы сделаете это таким, как вы хотите. Вот и всё. Для этого не нужно ничего. Всё дело в том, что это находится в противоположном направлении относительно вашего восприятия через органы чувств. Возможно, вам нужна помощь. Не обязательно. Но обычно нужна помощь. Вам нужна определенная помощь. И всё. Благодать — это такая помощь, которая создает благоприятную атмосферу, чтобы начать. Для того, чтобы какая-либо техника хорошо работала. Сейчас люди используют это слово повсюду. Вам нужна смазка. Немного смазки. Каким бы хорошим автомобилем вы не управляли, попробуйте запустить его без машинного масла. Он в десяти минут не протянет. Не так ли? Именно смазка обеспечивает его работу. Весь этот замечательный механизм без тонкого слоя смазки выйдет из строя очень быстро. Благодать — это всего лишь немного смазки, чтобы всё работало гладко. Сейчас это называют жидкой инженерией. Все начали использовать это название. Это подходящее название. Требуется жидкая инженерия. Так что требуется немного инженерии. Благодать — это просто смазка. Если вы попробуете работать без смазки, трение, обычное трение жизни, уничтожило слишком много людей. Не так ли? Да? Они не делали ничего из ряда вон выходящего. Все они делали обычные вещи. Они родились, что не было их заслугой. Не они сделали это огромное дело. Это просто произошло. Они просто хотели хорошо есть, хорошо спать, удовлетворять свои базовые потребности. Вот и всё, чего они хотели. Но сколько людей оказались разрушены, сломлены и уничтожены в процессе? Просто из-за отсутствия смазки. Проблема не в них. Они пытаются запустить двигатель без смазки. Вот и всё. Даже если взять ваш мобильный телефон, то он работает благодаря тому, что к вам по воздуху проводит звук. Не так ли? Мы можем нарушить это. Вы знаете такую рекламу? Алло, алло, алло. Видели такую рекламу? Это происходит с телефонами из-за нарушений приёма сигнала. Тоже происходит и с этим. Этот инструмент гораздо сложнее любого другого. Он требует определённого внимания. Если вы уделите ему внимание, это принесёт свои плоды. Редактор субтитров А.Сёмкин